Всем привет! Меня зовут Татьяна Климова. Добро пожаловать в Русский Ваткаст. Сегодня у меня в гостях Марк. Марк, ты говоришь по-русски. Да, я говорю по-русски тоже. Ты изучал русский со мной тоже, и ты являешься членом клуба Русская Дача. Да, я в клубе Дача, это хороший клуб. Меня зовут Марк, я живу в Германии. Я говорю по-русски благодаря ей, и она красивый человек и тоже красивая преподавательница русского языка. Я знаю, что ты говоришь не только по-русски, ты настоящий полиглот, да? Я скажу, что я не считаю себя полиглотом, но... На каких языках ты говоришь? Я... это большой вопрос, да, хороший вопрос. Я вырос с немецким и французским языком, но помимо этих языков я тоже говорю по-испански, по-русски, по-английски. Я понимаю итальянский язык, подругальский язык. Хорошо, и ты тоже учишь сейчас? Тайский язык и вьетнамский язык. Да. Я этими языками занимаюсь сейчас, потому что я хочу посетить Азию, этой стране, и поэтому я уже 5 месяцев занимаюсь тайским языком. Это не так трудно. Понятно. И почему ты решил изучать русский язык? Я... когда мне было 17 лет, я еще люблю Судовье, и я... я... я пока не начал учиться в инвестиции, и я хотел... я посмотрел... я смотрел русский язык, это был другой алфавит, и... для меня это было очень интересно, и... я начал учиться сам, один, это язык, мне понравился, и... поэтому я решил продолжать учить русский язык, я... познакомился с людьми из России, но начало это было как игра, но потом это стало... нет... нет игры, нет игры, но... Чем-то серьезным? Да, да. С удовольствием, да. Хорошо. А в чем твой секрет изучения языков? Потому что, когда я с тобой общаюсь, мне кажется, что это для тебя очень просто. Да, это очень просто. Но это не для всех просто, да? Но в чем твой секрет? Мой секрет это... с удовольствием, насчет всех языков. Я думаю, что человек только должен любить язык. Так, но конкретно ты... как ты занимаешься? Ты учишь каждый день? Несколько минут или часов? Ты пишешь, читаешь, смотришь, слушаешь? Как ты конкретно учишь? Говоришь с людьми? Да, я думаю, что, во-первых, я больше говорю людьми, я общаюсь с людьми, у которых родной язык, русский или испанский язык. Да, с носителем языка, да? Да, с носителем языка, спасибо. Я думаю, что это самое важное, это только любить язык. И грамотка не так важна, но когда ты любишь язык, ты можешь быстрее учить и лучше говорить. Я думаю, что это только вопрос любви. Любви к языку, к культуре тоже. Да, тоже культура, потому что когда ты занимаешься языком, ты должна любить культуру, потому что язык и культура две вещи здесь. Да, они связаны. Да, они связаны. Я знаю, что ты переводчик, да? Ты профессиональный переводчик. Да, да. С какими языками ты работаешь? Да, я сейчас работаю с тремя языками. Я письменный переводчик, я тоже узнал переводчик на конференции. Понятно. И я также знаю, что ты большой спортсмен, ты играешь в теннис тоже. Вау! Да, да, я занималась многими вещами. Конечно, я знаю, ты просто вундеркинд. Я не знаю, откуда у меня время заниматься этим языком. Я тоже занималась теннисом почти профессионально. Я вырос с теннисом. Когда я был маленьким, когда я была восемь лет назад, я играю в теннис. Я люблю теннис, я не представляю себя жить без тенниса. Это моя жизнь. Когда у меня много стресса на работе, я могу играть в теннис. И когда я играю в теннис, я чувствую себя лучше. Ты забываешь все проблемы, да? Да, да. А можно сделать параллель между языком и спортом? Так же, как спорт, чтобы хорошо говорить на языке, нужно много тренироваться, повторять и заниматься каждый день. Да, повторение это главный ключ в спорте, в языках. В языках тоже, да. То есть иметь рефлексы, да? Да, да. Человек заниматься языком, он почти день, может быть, 30-20 минут он должен заниматься языком. Все равно либо заниматься грамматикой, либо заниматься словами, либо заниматься общением с людьми. Чем-нибудь, да. Чем-нибудь, хорошо. Повторять каждый день. Хорошо. Несколько минут. Это как в спорте тоже. В прошлом году я не смог играть в теннис, потому что я был на турнире, и я не смог играть, потому что... У тебя была травма? Да, у меня была травма, потому что упал. И врач сказал мне, что я не могу играть один год, и я не смог играть. И когда я вернулся, чтобы продолжать играть в теннис, я не смог. Я потерял все рефлексы, и... Не смог сразу, быстро. Да. Но я знаю, что недавно ты выиграл турнир, да? Значит, хорошо, что нет обычно таких врачей, которые могут не рекомендовать учить языки. Да. Да, это так. Ну, большое спасибо. Ты пример для всех нас. Я желаю, чтобы все также хорошо говорили по-русски, как Марк. Спасибо. Спасибо тебе большое. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой фейсбук, инстаграм и вступайте в клуб Русская Дача. Спасибо, Марк. И вот тоже вы можете ваше завершенство за вашего русского языка. Спасибо. Все, пока-пока. Пока. Спасибо.